Давайте, короче, сейчас философия антихайпа, потом клип кишлака. Потому что философия антихайпа, пиздец, интересно. На превью, чуваки, чтобы вы понимали, у них на превью написано «Хайпуем мы с тобой, хайпуем», если что. Вот просто я хочу, чтобы не только я один это заметил. Блядь, сейчас я чувствую, это будет великое видео, блядь. Я говорю, это будет великое видео, скорее всего. Да похуй уже на вот этих двух молодых людей. Бля, а будет вот этот тип, который Галилео озвучил? Это антихайп. Мы из антихайпа, придурок. Мы из антихайпа, еблан. Помните времена, когда батл рэп вышел из подполья на федеральные каналы? Я там был, да. Баттлы собирали милли... Бля, Миша Джигли. Подожди, почему они именно эти баттлы взяли? Подожди. Ну, понятно, да, как бы Соня Мармеладова, Генри Киев. Это окей. Ну, понятно, что тут участники антихайпа, вопросов нет. Но, бля, как много тут хороших видео. Просто посмотрите, здесь великий баттл за майя с Витей СД. Просто, чтобы вы понимали. Вот здесь вот великий баттл за майя и букеры, которые 6 миллионов просмотров, блядь, собрал. Вот здесь вообще птичий пепел, блядь. Типа, этот баттл за заебаться, блядь. За май заебаться против Миши Джигли, слава КПСС. Это просто нахуй, это пиздец какой. Здесь вот этот сумасшедший баттл, блядь, букера СМЦ похоронила, блядь. Типа, какой-то злобный, страшный. Ну, здесь понятно, да, как бы легендарочка. Здесь окей. Здесь опять за майя с этого же баттла. Здесь фидос, бля, 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 подождите, подождите, подождите. Блядь, ну хотя он в отпуске, наверное. Ладно, уточню на всякий случай. Ладно, поехали дальше. Так это кто, блядь? А, это понял. Комментаторы в интернете подсчитывают... Бля, а какой редактор, интересно, этого прекрасного канала вообще, ёб твою мать, додумался написать про этот текст. Вот мне просто интересно, кто этот человек. Вот реально. Это просто пиздец. Узнаваемые красные швиншоты. Кстати, блядь, напомню, что все приличные свитшоты вот здесь вот, вот в этом магазине продаются, ребята. Все приличные свитшоты. Я вот, кстати, одного моего модератора три месяца не высылали, блядь, я понимаю, что это плохая реклама, но почему, какой-то странной логучей причине не высылали, типа, блядь, мерч, я порешал, что в итоге выслали мерч. Вот, должны, по крайней мере. Поехали дальше смотреть, всё. Агент дотронулся до славы КПСС. Возвращаем 2017-й и говорим о рэп-объединении, олицетворяющем эпоху. Блядь. Блядь. Ребята, вот вы реально, понимаете, настребляя, Федя дописал, он показает. Короче, ёб твою мать. Олицетворение эпохи, если что. Вот Федя Букер, Ханза Май, Слава КПСС и Виктор СД. Это олицетворение эпохи, ребята. Олицетворение эпохи. Блядь, меня больше смущает, короче, что вот этот диктор, наверное, читает эти просто шизо-тексты и такой, блядь, что я нахуй делаю? В котором состоял даже Филипп Киркоров. Было, 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 было. Блядь, меня ещё очень веселит, что они где-то нашли вот этот кусок из трека «Мы из антихайпа» и просто на фоне его долбят. Вот это «Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру». Блядь, это просто пиздец какой-то. Блядь, реально лосяж, блядь, сука, реально лосяж про антихайп, чуваки. Бля, какое видео хорошее, ёбаро в рот. Меня ещё 13 минут этого прекрасного видео ждёт впереди, а я только минуту посмотрел. Ой, блядь, реально давайте, чуваки, а можешь что-то сделать, короче, срочно? Ой, подожди, подожди. Вот, 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 ребята, вот. Вот теперь, вот теперь я по форме, вот теперь я по форме. Давно ждал возможности надеть эту футболку, реально. Просто вот, вот, ребята, вот, всё, всё. Всё, вот теперь, вот теперь я считаю, что, как бы, мы готовы к просмотру этого видео. Мы готовы к просмотру этого видео окончательно. Поэтому давайте, давайте смотреть. Сейчас нас ждёт явно жёсткий кайф. Ох, блядь, ладно, поехали. ...а потом идти на ТВ и жать руки поп-звёзд. Чё, блядь, ещё раз? Нормально ли говорить о трушности, а потом идти на ТВ... Да кто говорил о какой-то трушности... Блядь, сука, вот просто сразу мимо базы, просто мимо базы летит просто человек. ...поп-звёзд. Вы заметили, да, вот, что тут... А кто из них, вот, лосяш, как вы думаете, вот, есть тут лосяш? Типа, блядь, просто пиздец. Как Замай убедил Дудя в том, что Жан-Батист Люли — отец поп-музыки. Ладно, ладно, чуваки, я говорю, я вам обещаю, мы как-нибудь на стриме пересмотрим интервью Славу Дудя. Да, просто, я вам обещаю, типа, мы просто, вот, просто сядем и просто проведём приличное время. Просто проведём приличное время, реально. Я вам серьёзно говорю, просто сядем и жёстко кайфанём. Мне кажется, что вот это, вот это реально охуенно будет. Вот это реально время, как бы я хотел провести, типа, на стриме. Вот это реально... Почему антихайп умер? И умер ли? Хуя ли умер, блядь! vsrap.shop slash антихайп! Наших героев мы не просим вас передавать за проезд. То есть платить... Нихуя, блядь, реально, прикиньте, вот просто сидит вот этот лосяш, ему подсовывают вот этот текст про передавай за проезд. И он жёстко кайфует, реально, просто, блядь, что за пиздец... Ой, блядь, какое хорошее видео. Просто, ладно, продолжаем. Нихуя. Не хуя. Лосяш доберётся, да, с последней философией антихайпа. Блядь, какой пиздец, господи, почему нахуй, почему это суще... Как это всё, блядь, ой, блядь, ладно, хорошо. Блядь, блядь, ебать, это ж реально ещё надо было этот... Это ж нищий хайп какой-то, блядь, типа, блядь, миллиардный... За сколько лет восемь прошло? Источник YouTube канал Замайра. Ай, блядь, какой пиздец. Так! Это, дети, передаём за проезд, срочно. Передаём за проезд, я сказал. Передаём за проезд, срочно. Андрей Замай предложил своим приятелям Вите СД, Славе КПСС и Феде Букеру объединиться. Ребят, как вам источник YouTube канал Федя Букер? Вообще, вы хотите, кстати, стрим по осмыслению творчества Фёдора Букера? Вот, если хотите, блядь, я вам говорю, ребята, я нахуй эксперт в этом дерьме. Я ещё приглашу Артёма Вараба, блядь, и мы будем реально просто, типа, вот это всё смотреть, блядь. Причём, по словам Букера, его просто поставили перед фактом, что теперь он в группе. И на следующий день он уже проснулся участником антихайпа. Будем делать рэп-группу. Я говорю, какой он? Говорит, антихайп называется. Я говорю, кто там будет? Он говорит, ты, я, Слава КПСС и Витязь, да? И знаешь, и как будто это, типа, безапелляционно, то есть он такой, просто будем делать, я такой, ну ладно. Название придумалось сразу, слово хайп тогда звучало... Блядь, господи, меня реально плохо просто, что... Так, что за пиздец, блядь, какая его телега, что там за бубум происходит, блядь. Продолжаем дальше смотреть видео, всё, 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 просто раскол, раскол произошёл, раскол произошёл, всё. Хэштег бубум, ребята, хэштег бубум. Против трендов высмеивать всё популярное и топтаться по главным именам рэп-игры. Состав группы часто менялся. Бля, прям топтаться, реально, топтаться по главным именам рэп-игры. Мне кажется, что пацаны просто угорали, типа, нет такого ощущения, нет? Почему, блядь, реально, вот этот момент постоянно кто... Все пытаются какие-то глубинные смыслы найти, но на самом деле пацаны просто хуйнёй занимались, типа, угорали, и это начало приносить большие деньги, кайфовать с этого. В 19-м году выгнали букера. А если... Ла*** букера. В 2020... Выгнали букера, реально, выгнали, просто выперли, сказали, Фёдор, бля, всё, не надо тебе больше с нами двигаться. Потом та же участь постигла Киркорова. Сейчас в антихайпе состоит, например, Лида. Но основной костяк объединения слава... Блядь, реально, чуваки, вы заметили, что за 2023 год Лида вступил во все объединения, до которые только смог дотянуться? Это же пиздец какой-то, ёптвоевай. Сука, Лосяш реально просто сидит и такой, кстати, в антихайпе Лида просто, блядь, это блядь, что она... КПСС и Андрей Замай, которые записывают совместные альбомы с десятками треков. С сотнями, сотнями. Андрей с самого начала противопоставил... Вот видите, уже, уже, уже по базе, блядь, по базе, по базе, блядь, проёбываемся, проёбываемся по базе. ...популярным рэп-исполнителем. Они простебали всё, что ты считал серьёзным рэпом. На фоне лидеров чартов антихайп... Бля, я бы сейчас охуел, если бы вот строчку дальше продолжил про речь посполитую. ...выглядел настоящим андеграундом. Нетипичное звучание... Нетипичное? Ебать, схуя ли там нетипичное это, блядь? Схуя ли нетипичное это, блядь? Ладно, хорошо. ...полное отсутствие стремления попасть в тренд. И исполнители этим гордились, ведь наше место минус первый в этой гнилой когорте звёзд. Главным оружием и почти синонимом антихайпа стала пост-ирония, размывающая границы между искренним... Пост-ирония, ребята. Пост-ирония, просто... Пост-ирония, реально. ...и высмеиванием. Тут ещё такой вот небольшой подарочек, вот. Блядь, сука, лосяж, блядь, остановись, нахуй, просто остановись. Блядь, кто монтировал это видео, блядь? Кто этот человек, блядь? Почему? Почему? О, господи, ладно, хорошо. Шоколадная дуга. Вот эта вот шоколадная дуга, очень приятно во рту ощущается, я даже откушу ещё кусочек. Слава и Андрей подражали известным исполнителям и их мотивам, переделывая текст до абсурда. Прям подражали, да? Вовсе не издевались, а просто подражали. К трек 2016 года вейп, 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 явно отсылает... Ещё раз. Так, трек 2016 года вейп, вейп, вейп... Вейп, вейп, вейп. Ребята, зэ, зэ, зэйп, 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 зэйп. Зэвно отсылает популярному тогда треку Яникса хайпим. Хайпим, 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 хайпим. Так как нахуй он отсылается к треку хайпим? Моя жизнь, бати, все хотят усить с Яниксом. Я люблю вейп, оверборды кейп. Вот да, это же очень похожие песни, да, ребята? А в треке «Моя тюрьма» вы точно узнаете строки Басты. Моя тюрьма, моя тюрьма, она мне принадлежит и таким же, как и я. После такого интро ожидаешь услышать нападки на Басту. Но на самом деле, это трек о внешней и внутренней несвободе. Ведь шуток, кроме... Тебя не скроешься в скроме и не сбежишь в эмиграцию. Блядь, почему? Как они эти цитаты приводят? Что это за... Вообще, что за трек «Моя тюрьма»? Во-первых, я его не знаю. Во-вторых, блядь, что это за пиздец, блядь? Вот просто посмотрите на вот этот скриншот нахуй. Вот как вам вообще... Это пиздец просто. После издевательского начала артисты достаточно искренне говорят о том, что их действительно волнует. Представители антихайпа отсылались не только к коллегам по рэперскому цеху. Доставалось и хитам для более широкой аудитории. Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. А я опять тебя пиарю и забываю обо всем. Здесь участники антихайпа настоящие герои... Ладно, все, заебал ты меня нахуй. Просто заебал, блядь. Продолжим, продолжим, давайте. ...аудитории. Хайпуем. Сегодня мы с тобой хайпуем. Бля, вот это вот просто отвратительно. ...пиарю и забываю обо всем. Здесь участники антихайпа — настоящие герои эпохи постмодерна. Они используют известные образы и переосмысляют то, что у всех на слуху. Не зря Слава КПСС в итоге стал прототипом главного героя романа KGBT+. Блядь, реально, вот они вот это вот вспомнили. И реально такие, вот Пелевин. ...пиарниста Виктора Пелевина. Вообще, скептическое отношение к ценностям большинства артистов, деньгам, популярности, стадионным концертам отражается в песнях Славы и Андрея и вне антихайпа. Эти артисты — образцовые нигилисты. С одной стороны, им, как и большинству рэперов, плевать на общепринятую мораль. С другой, ценности этих же рэперов они тоже презирают. Думаешь, что раньше трава была зеленее, а сейчас нам остался только Скалли Милана? Или наоборот, не помнишь времен, когда в рэпе еще четко ощущалось пацан с... Блядь, они реально охладимый пыл бит подставили. ...музыка из падиков. Поностальгируй с нами в саморе история... Не, бля, бро, спасибо. ...шел на платформском рэпе. Даже не придется работать в The Flow. Ой, блядь. Сука, вот реально, редактор этого канала просто ужасный человек. Я не знаю, я хочу знать, кто этот человек. ...месяц. Переходи по ссылке в описании. Это видно и в легендарном споре Замая с Юрием Дудек. Юра, Юра, ты хуй журналист. Да. Но всегда можешь прикрыться тем, что напишешь Юрий Дудь болван. Замай уверен, что Юра не в состоянии помыслить настоящее искусство. Дудь настаивает, что Замая не существует. В итоге Замай даже убеждает Юру, что Жан-Батист Люли создал поп-музыку. Знаешь, Жан-Батиста Люли... Бля, вот это вообще один из моих любимых приколов в интернете. Вот про Жан-Батиста Люли, это ужасно. Я поп-музыку придумал. Да. Вот получается, я себе ебан... Юра вынужден согласиться, чтобы не выглядеть непосвященным вопрос человеком. Это и есть пост-ирония. Слава КПСС во время интервью несколько раз подчеркивает, что жизнь до популярности его абсолютно устраивала. Ни рутинная, ни прибыльная работа, ни скромный образ жизни его не пугали. Русский андеграунд, как он есть. Но почему гордые представители Андера пошли на телевидение, как только появилась возможность? Ебать, ну, блядь, бабок дали, нахуй. Бабок дали, ёпта. Продался ли анти-хайп? Слава, чё за хуйня? Дисан Николая Соболева. Участие в клипе Филиппа Киркорова. Я не это имел в виду. Скатились, нахуй. Нельзя сказать, что анти-хайп изменил своим ценностям. Ведь преданность андеграунду никогда в них не входила. Ещё в 2016 году артисты говорили об этом абсолютно честно. Но после участия Славы КПСС в шоу «Успех» на СТС, публика разделилась на два лагеря. Я, блядь, боёвый, потому что... Ебан, я бы с огромным вообще удовольствием нахуй сгонял. Большинство обвинили Славу в продажности, которую он никогда и не скрывал. Этот вопрос он закрыл на батле с Данией Кашиным в 2018... Бля, я так... Я мог, короче, попасть, прикиньте, на этот батл, но я не поехал, потому что бабок не было на билеты. В 19-м году. Участники антихайпа — архетипичные трикстеры, которым нравится обманывать ожидания слушателей. Ни Слава, ни Замай не принимают те рамки, в которые их пытается загнать аудитория. И это не только творческая, но и личная идеология артистов. Антихайп — это протест против зашоренности и любых навязанных ярлыков. Как только их... А вот этот дисно-шнуровый, блядь, надо тоже пересмотреть как-нибудь, потому что это пиздец, какой угар. И идолами андеграунда они приняли к себе Филиппа Киркорова. Когда публика привыкла и к этому, они вернулись к привычным формам и стали записывать фиты с андеграундными артистами. Поэтому бесполезно пытаться подловить антихайп и уличить в том, что их слова расходят... Бля, еще великое вот это интервью Собчак, когда она бабки отдавала за интервью. Это просто ужас какой-то. ...с действиями. Идеология Славы и Замайя... Вот, одно из моих любимых видео, вот эта история антихайпа на VS Рэпе, оно, конечно, гораздо более проникновенно сделано, хоть и много фактологических ошибок, но это пиздец, конечно. ...позволяет им оставаться самыми принципиальными среди беспринципных. Возникает вопрос, с кем воюет антихайп? Кого можно считать их идеологическими оппонентами? С ебланами, блядь. Если они, то и дело записывают фиты с теми, кого недавно стебали. По словам Славы КПСС, враги антихайпа — исполнители, идущие на поводу у слушателя. Если у артиста есть образ своей аудитории, то он верит, что оказывает на нее влияние. Сам Слава никогда не представляет слушателей, записывая новые треки. Но эпоха постиронии прошла. Мы постиронию не используем. С 2020 года уже постиронию ни разу я не использовал. И на спине. Ай, блядь, я охуя, реально. Окей. Ей пришла новая искренность. Слава КПСС и Андрей Замай похоронили... Вот это реально новая искренность, ребята. Вот это вот стрим с гробом. Вот это реально искренность, ребята. ...и антихайпа. Потом записали с Рудбоем антихайп трейн 2. Так что произошло? Прощай, антихайп мой. Я помню цифры 5-0. Я был бутером... Да, блядь, а почему хоронят антихайп, блядь? Нормально все с антихайпом. Чего это за пиздец, блядь? Стрим с Артемом Графом вот реально недавно был. Что за пиздец? Прикинь, редактор канала заходил, он на пустославули, смотрел хайлайты со стримов и взял это. Да, блядь, великий человек, реально. Я говорю, я очень жду, что там в конце, в титрах, будет написано, кто это писал. Если это реально какой-нибудь рэпер Маниту, как у VS Рэпа будет, я жестко кайфовал. А какого-то вот монтажер жестко кайфовал, скорее всего. Смерть — одна из центральных тем творчества антихайпа. Почему, блядь, типа, это у Славы, блядь, в альбоме чудовища погубила мир, типа, блядь, более-менее Смерть рефлексируется, типа. В степени это относится к Славе КПСС, который писал треки о смерти в начале своей карьеры и продолжает сейчас. Тонатологический мотив, основа... Какой, блядь? Что такое тонатологический мотив, блядь? Пан в пизду, короче, что-то про смерть, я понял. ...серьезных альбомов «Солнце мертвых», «Чудовище, погубившее мир» и «Бутер Бродский 2». Но смерть присутствует и в отдельных работах, например, в треке «Биография». Существенная... В треке «Биография» просто как бы биография, там не смерть как таковая рефлексируется. Часть повествования отводится описанию похорон его отца и смерти бабушки. Потом пропустил звонок от отца, думал, сейчас мне говорить не в тему, а он умер через неделю. Треки «Стейбл Коин» с образом смерти напрямую связан другой важный для славы мотив, мотив «Родины». Дальний Восток, где могилка моего отца. Трудно найти в русском рэпе исполнителя, который пишет о смерти больше, чем слава КПСС. С одной стороны, в этом прослеживается влияние Егора Лето. А, ебать, к 11-й минуте мы доперли до этого, ладно, понял. Гой тут можно заметить пересечение с философией Мартина Хайдеггера. Бытие к смерти Хайдеггера — это осознание конечности собственного существования, через которое человек и сталкивается с... Бля, вот со славой в плане философских тем, кстати, разговаривать практически невозможно, нахуй, потому что он тебя просто закапывает. При том, что вот у Федоса, насколько я знаю, философское образование, по-моему, даже Федя мне говорил, что типа, блядь, ну это нахуй, это... Вот Андрей Пирокинец любит разговаривать, знаете, вот для слушателей якобы про смерть и так далее, то, я говорю, при всем уважении, типа, к Андрею, я его очень люблю и уважаю, и мне кажется, что слава его просто, ну, захуярит его, просто без вопросов захуярит, и даже Андрей, скорее всего, это признает. Для славы смерть — это способ раскрыть множество тем. Это и суицидальный комплекс в треке «Я убью себя» и... Суицидальный комплекс, да? Осуждаю, не одобряю, кстати, если что, но это пиздец. Букер — нефилософское изобразование, он занимался этикой. Ну, блядь, это все-таки философский факультет, я именно к этому вел, типа. Потому что, как бы, прикладная этика — это понятно, типа, но факультет-то философский, типа, я поэтому об этом и сказал. ...смерти близких в треке «Могила». В 2021 году за май и слава КПСС записали альбом «Анти-хайп-трей», в котором попрощались со своим объединением. В треке «Дети» они признаются в том, что они взрослые дети, и осмысляют факт неизбежной смерти. Нет, есть еще времени запас. Мы ограбим минуты, запрятав годы в рюкзаках. В мечтах о падении подводятся итоги пяти лет работы. Слава и Андрей больше не мечтают подняться после прихода популярности, а наоборот думают, как бы теперь скатиться. В этом треке прослеживается существенный контраст с ранним творчеством группы. Там, где раньше был подвал, теперь Олимп. Слава открыто говорит о том, что изменился, и больше не эпатирует пункт. Наконец, в треке «Прощай, антихайп» раскрываются все карты «Антихайп не умер», а «Будет жить всем бедам назло». Смерть не финальная точка, а своеобразная инициация. И если Слава больше не дает вызывающих интервью и отрекся от постиронии, это не значит, что объединению пришел конец. «Антихайп меняется с течением». Ребят, реально просто клип «Воровской лапы», как бы, да, все еще существует. Человек реально отрекся, просто отрекся. «Времени». «Но он будет жить, пока есть пресловутый хайп». Бля, просто ужасный текст, правда, типа, мне будет прям максимально не нравиться все, о чем это говорит, типа, этот человек. Просто вот реально тут очень-очень поверхностно пробежались просто по биографиям. Наверняка какой-то фанатик это делал, но он настолько далек вообще от того, что происходит на самом деле, что это просто ужас. Фигура голого короля, с которым надо бороться. Мой антихайп будет вечен. Несу вам свет, пока клюют печень. Чтобы выкупить все отсылки в творчестве Славы КПСС, не обязательно оканчивать философский факультет. В интроверте смерть любит еще сильнее, чем этот исполнитель. Слушай, Самари, философия смерти. И нахуй. А вы из Амая. На платформе тебя ждут еще более... И нахуй. ...край. По промокоду ТЮБ30 смотри и по ссылке в описании. Короче, ладно. И плохое видео в целом, типа, как идея. Но, конечно, авторка сценария... А, авторка сценария. Все, понял. Вопрос снят. Для непогруженных в массы как будто бы и нормально уже. Ну, просто, типа, блядь, я кайфую с того, что пацанов постоянно пытаются разбирать и постоянно как будто копают вообще не туда. Типа, вот, огромное количество фактологических ошибок из-за гигантского количества, типа, контента, который делают пацаны из антихайпа. И вот эти бесконечные, типа, смены векторов, которые могут там чуть ли не каждый день происходить. Реально людей путает очень сильно. И, наверное, факт того, что я с мужиками, как бы, в личном взаимодействии, чуть меняет мое личное восприятие, типа, группы антихайп. Но, конечно, это видео, скорее, меня выморозило в некоторых моментах. Хотя, опять же, нужно отдать должное, что они копнули лучше, чем большинство обзорщиков. Даже на том же VS-рэпе фактологических ошибок было в разы больше. Поэтому, да, личное взаимодействие с мужиками. Но я пишу биты, помогаю с концертами. Я могу. Это да. Для того, чтобы понимать антихайп, нужно жить антихайпом. Нельзя просто ретроспективно послушать треки и понять логику антихайпа. Ну, или можно купить книгу «Логика за май», например. Типа, я думаю, что вы сможете разобраться, если прочитаете полностью книгу «Логика за май». Блядь, интересно, Андрей Замай смотрел это? Да. Это для многих постановок. Я понимаю, ну, еще облияние начало не одного текста за то время. Я, собственно, вышла на работу. Блядь, криптофутболка Замай реально. Блядь, вот это реально гений. Гений стриминга. Я пиздец кайфую со стримов Антихайза моя.